30 тысяч долларов в год. Якобы столько за сотрудничество с российскими спецслужбами предлагал высшим офицерам вооруженных сил Украины задержанный экс-подполковник. В сферу его интереса входил сбор информации о контактах Киева с иностранными партнерами в вопросах вооружения и боевой подготовки. Именно при получении секретных документов подозреваемого шпионажа и задержали. Когда военнослужащий понял, что его вербуют, он обратился в СБУ. В связи с этим была разработана целая спецоперация. Дезинформирующие документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно». И куратору было предложено приехать в Ровно, лично, и получить эти документы лично, а не через интернет. Так его и задержали. Украинский военнослужащий, получив предложение о работе на российские спецслужбы, обратился в СБУ. С помощью этого, якобы завербованного офицера, контрразведчики наладили канал снабжения спецслужб России дезинформацией. Есть такие попытки иностранными разведками вербовать наших офицеров, чтобы получить информацию. И была такая попытка спецслужбами Российской Федерации завербовать старший офицерский состав, у которого есть доступ к документам с грифом «секретно» и «совершенно секретно». Со стороны задержание экспортполковника выглядит как удачное совпадение. Недели раньше в Москве ФСБ задержали украинского...